ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здарова, Клэшеры! С вами, как всегда, я, Арман, и это у нас игра Clash of Clans. Сегодня у нас будет очередная серия рубрики Крысина и бегай, и мы посмотрим, кто у нас сильнее. Гигантский скелет, гиганты или же голем. Ребят, давайте попробуем набрать по-быщенькому тысячи лайков, чтобы побыстрее вышел новый ролик, так что прямо сейчас ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы, ребят, давайте начнем. Я тут решил сделать 6 гигантов. Почему именно 6? Потому что голем у нас получается занимать 30 мест, а каждый гигант по 5 мест. И чтобы было как-то балансно, я решил 6 гигантов сделать. А то, согласитесь, один гигант был бы прям слишком уж слабеньким. Так что посмотрим, что у нас из этого получится. Напишите в комментариях, за кого вы болеете и кто, по-вашему, нас сегодня выиграет. А я со своего другого аккаунта кидаю запрос. Так, запрос. Кидайся. Кидайся запрос. У вас запрос пошел. И, собственно, начинаем, ребят, нашу атаку. У нас будет несколько раундов, потому что у нас тут лабиринтов 2, а юнитов 3 получается. Так что сначала у нас будет голем сражаться с гигантским скелетом, потом голем с гигантами, потом гиганты с гигантским скелетом. Посмотрим, кто у нас сильнее. В общем, пошли наши ребята. Так, отлично. Они вроде как, вроде как почти одновременно начинают. И, собственно, Тесла уже начинает разрушаться у гигантского скелета. И гигантский скелет идет к ПВОшечке. Но у него хп-шечек меньше, чем у нашего голема. Но это, в принципе, логично, потому что у голема больше хп-шечек. Прям очень-очень много хп-шечек. Но у гигантского скелета у Ром побольше. Гигантский скелет уже приближается к мортирочке. Но прикол в том, что уже тут начинается, ребят, мясорубочка. Потому что башню лучниц начинают атаковать. Сейчас скоро пушечка тоже присоединится. Так, давай, давай, давай гигантский скелет. Прикиньте, сейчас гигантский скелет сдохнет. Или не сдохнет. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Гигантский скелет уничтожает башню лучниц. В то время голем практически, практически, можно сказать, уничтожил мортирочку. И сейчас гигантский скелет у нас сдохнет, скорее всего. Да, ребят, гигантский скелет сдыхает. Но вместе со мной, вместе с ним уносит еще и пушечку. Получается, гигантский скелет дошел до башни колдуна. Ну, не совсем дошел, но, во всяком случае, пушку удалил. Точнее, уничтожил. А сейчас посмотрим, что у нас будет с големом. Голем уничтожает, получается, башню лучниц и переходит к пушечке. Если голем тоже будет уничтожать пушечку и сдохнет, то у нас ничья получится. Вот и, собственно, будем надеяться, что такого не будет. Но сейчас голем уничтожает пушечку. Так, голем живи, чувак. О, голем не живет, но зато живут големчики. И големчики, ребят, подходят к башням колдуна и, собственно, начинают нанести урон. Получается, что голем, ну, несмотря на то, что големчики, но голем, получается, дошел до башни колдуна, а гигантский скелет, к сожалению, не дошел. Получается, он у нас в первом раунде выиграл голем. Ну, отлично. Сейчас посмотрим, сколько хп-шек будут сносить големчики. И, возможно, даже будут сносить башню колдуна. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Давайте, давайте, големчики. Големчики, давайте. Ну, сейчас, прикиньте, будут сносить. Ой, да, ребят, смотрите, снесли. Все, ребят, голем у нас затащил по полной программе. Отлично. Первый раунд у нас заканчивается. И давайте я скину сейчас еще один запрос. Так, запрос, запрос, запрос. Сейчас пошел. Сейчас мы будем тестировать голема против гигантов. Посмотрим, что у нас будет в этом случае. Гиганты у нас пойдут с нижней стороны, а голем у нас сверху пойдет. Так, гиганты, давайте начинаем. Ох, у гигантов, конечно, урончик довольно-таки большой. Они прям очень-очень быстренько передвигаются. Сейчас минуснут еще и по вошечку. Отлично, минус по вошечку. Ну, единственная преграда для наших гигантов, мне кажется, что это башня колдуна. Потому что башня колдуна массовый урончик. И массовый урончик просто может погубить наших гигантов. Смотрите, гиганты, охренеть. Один гигант всего лишь у нас сдох. И гиганты уже, можно сказать, дошли до пушечки. Да, оу, все. Да, башня колдуна. Башня колдуна против гигантов. Кто сильнее, ребят? Ну, мне кажется, что тут очевидно, что гиганты просто-просто-напросто затащили на изи. И все, сейчас даже пойдут и будут помогать големчику. Хм, прикольная тема, ребят. Значит, 30 места занимают и гиганты, и голем. Но в этом случае големчик был крайне неэффективный. А гиганты были прям капец какими суперскими чувачками. Да, сейчас будем еще тестировать гигантов против гигантского скелета. Возможно, в этом случае у нас будет вообще другой результат. Но что-то я сомневаюсь, ребятушки. Гиганты у нас прям затащили. Еще сейчас голем будет тут тащить, мне кажется, чисто за счет того, что пушечку очень долгое время прям просто отвлекался на, получается, гигантов. Да, ну да, сейчас голем уничтожит вот пушечку и пойдет к башне колдуну. Ну, тут, ребят, все очевидно, так что, думаю, не имеет смысла продолжать. Гиганты у нас затащили. Хм, окей. Ну и последний, ребят, эксперимент. И у нас, получается, гиганты против гигантского скелетика. Посмотрим, кто у нас будет сильнее в этот раз. Итак, гигантов давайте будем выпускать сверху, а гигантского скелетика снизу. Потому что, ну, разочек гигантов уже выпустили снизу, а скелеты сверху. Так что будем все менять. Отлично. Гиганты уже уничтожили Теслу. Погнали дальше. Повошечка, ребят, они прям, ну, должны немножко ровненько передвигаться. Но не, смотрите, гиганты все равно оказываются быстрее. У нас вот по скорости гиганты самые быстрые. Потом идет, получается, гигантский скелет. И в конце, в конце идет, собственно, големчик. А насчет ихнего урона, в первую очередь, конечно же, опять-таки у нас гиганты. Потом на втором месте находится голем. Голем, поскольку голем смог уничтожить все здания дефа. Ну и в третьем месте у нас оказывается гигантский скелет. Поскольку гигантский скелет доходит до пушечки и вздыхает. Но пушечку сам по себе он не сносит. Просто пушечка сносится за счет эффекта взрыва, да? Да, ребят, так и есть. Пушечка сносится из эффекта взрыва. Но а башня колдуна у нас остается прям целым. Вот такой вот результатик, ребят, у нас получился. Надеюсь, вам понравились наши крысиные бега. Если вы хотите увидеть еще серии по этой рубрике, обязательно напишите об этом в комментариях. И ставьте лайки. Давайте тысячи лайков по-быщенькому забабахнем. И в комментариях можете написать, крысиные бега каких винтов вы хотите увидеть. Буду читать все ваши комменты. И, конечно же, по возможности буду отвечать. Ну а на этом сегодня все. С вами был, как всегда, я Армам. Всем удачи, ребята. Всем пока.